Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, добрый вечер. Мы рады вас видеть. Тем из вас, кто пришел, может быть, в первый раз не был на предыдущем занятии, я напомню, что мы занимаемся медленным чтением комментария Авраама Ибнезеры Ктори. Занимаемся мы этим не в последнюю очередь, потому что сейчас вышел последний том. У нас есть теперь полный комментарий Авраама Ибнезеры Ктори. Вышел последний том, третий, на Ваикра Бамидбар Дворим, только что в издательстве «Книжники». И мы его в прошлый раз представляли. Вот Борх Горин, редактор издательства «Книжники», представлял эту книгу. Мы решили не устраивать такую презентацию с фуршетом или какую-то такую вот презентацию с речами, а сделать презентацию этого комментария в другом жанре, в жанре, который как раз исторически очень этому комментарию подходит. И я рассказывал в прошлый раз, что комментарий Авраама Ибнезеры, который был создан в 12 веке, это вообще единственный еврейский комментарий Ктори, который дошел от нас от 12 века. Все остальные или раньше, или позже. Он как-то вот такой вот особый в своем поколении, скажем так. Это единственный комментарий, который стал фактически конкурентом комментарию Раши. И я рассказывал в прошлый раз о том, что фактически в средние века, начиная со средних веков, возникло два таких противоборствующих течения в изучении Торы, скажем так, и вообще в еврейской мысли. Одно связанное с последователями Маймонида, другое с его противниками, ориентирующимися больше на школу, скажем, ашкенадских раввинистических авторитетов, на Раши, на Тософот и на галахические авторитеты Рейнской области, ашкеназа и так далее. А, скажем, комментарий Бенезра был канонизирован фактически философами и учеными, которые были склонны больше к рационалистическому толкованию Торы и к каким-то инновациям в этой области. И поэтому вот я рассказывал в прошлый раз, что было противопоставление этих двух комментариев, и они до сих пор являются такими столпами, скажем так, еврейской экзегезы, традиционной еврейской экзегезы. Мы говорили, что судьба Бенезра сложилась еще по особым образом, в связи с тем, что благодаря баруху Спинозе в 17 веке он вышел на европейскую арену и стал знаменитой фигурой в, скажем так, в некоторой мифологии или, так сказать, каноне библейской критики. Он был назван одним из первых критиков Библии. Его апроприировал, скажем так, баруху Спинозе для своей адженды, для своих задач критики Библии. И мы, собственно, решили, да, и я рассказывал еще о том, что, собственно, начиная со средних веков, почти сразу же после выхода этого комментария возникла такая особая практика, комментария на этот комментарий, комментария к комментарию Бенезра, то есть суперкомментария, так называемые суперкомментариев, задача которых – это раскрыть те вещи, которые Авраам Бенезра в своем комментарии скрывает. Это тоже характерная особенность его комментария, что его комментарии вместо того, чтобы пояснять и делать для читателя многие места в Торе более прозрачными, более понятными, более ясными, он делает их, он многое чего скрывает, он указывает на какие-то темные места в Торе, или точнее даже некоторые места, которые кажутся читателю простыми, он говорит, нет, здесь есть тайна, а какая, я не скажу, или здесь вот это место поймет только разумный, то есть только человек с серьезным интеллектуальным бэкграундом в области философии, над астрономией и так далее. И вот по всему его комментарию рассыпаны буквально десятки и сотни вот таких вот выражений, а это здесь сокрыта тайна, или амаскильявин, амаскильявин, то есть разумеющий поймет и так далее. И уже вот со средних веков возникла целая литература, которая пытается эти тайны раскрыть, пытается разгадать вот эти вот загадки, которые Бен-Эзра загадывает своим читателям. И я говорил в прошлый раз, что более там полторы сотни суперкомментариев на комментарии Бен-Эзры насчитывают, и много еще было их гораздо больше, но они просто не все до нас дошли. Вот мы, собственно, занимаемся, презентуем эту книгу такой традиционной практикой суперкомментария на комментарии Бен-Эзра. Мы его будем читать и пытаться вот эти самые места, которые он сам обозначил, как места, которые провоцируют читателя на некоторые самостоятельные исследования, мы вот возьмем несколько этих мест и попытаемся с ними разобраться. В прошлый раз мы разбирались с тайной авторства Торы. Мы видели, как две буквы, которые появляются в 6 стихе 12 главы книги Бытия, книги Берешит, в разделе Лех-Леха, когда говорится Аврааму «Иди в страну, которую я укажу тебе», он приходит и находит там хананеев, что неудивительно, впрочем, что страна Ханаан заселена хананеями, но Тора почему-то поясняет, что тогда аз в этой стране были хананеи. И вот эти вот две буквы «аз», вот это словечко «аз», Бен-Эзра сказал нам в своем комментарии, что здесь сокрыта тайна, и понимающий пусть молчит. И дальше, собственно, мы пытались разобраться, почему здесь сокрыта тайна и почему надо молчать. И это было связано с очень… Вот эти две буквы, они глобальным образом были связаны с глобальными проблемами авторства Торы и вообще основ иудаизма и так далее. Про это мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы возьмем другого типа загадку, другого типа тайну, на которую указывает Бен-Эзра. Она касается, скорее, метафизики или, скажем, космологии, сотворения мира, философии, или связана с некоторыми его, скажем, философскими представлениями. И это будет, собственно, первое место, где встречается его указание на тайный смысл или на какой-то секрет, который не нужно раскрывать простому читателю или непосвященному, это в самом начале книги «Бытия». Вообще, если вы знаете, наверное, если вы когда-нибудь читали комментарии на книгу «Берешит», вы обратили внимание, что они очень неравномерны. Вообще, даже так вот видно, да, что вообще комментарии очень неравномерны, потому что вот последние три книги, да, это один том, а первый это «Берешит», а «Шмот» с «Самой толстой». Я немножко на это намекал в первом, когда рассказывал, но мимоходом, наверное, было трудно обратить на это внимание, а именно, на самом деле, вот в этой книге два комментарии Бенезры на книгу «Шмот». Здесь не один комментарий, а два. Он некоторые свои комментарии переписывал, и, в частности, на книгу «Берешит» тоже есть альтернативная, его вторая версия, его комментария, она там частично тоже представлена, но вообще на одну из книг «Торы», именно на исход, на книгу «Шмот», он написал два комментария, так называемые, краткие и длинные, и они оба отсюда вошли, то есть это фактически книга «Шмот» с двумя комментариями Бенезры, поэтому она такая толстая. А по сравнению, вот если ее располовинить, да, и посмотреть, какие книги остальные три, да, «Вейкраба», «Мидбара», «Дварим», да, то понятно, что книга «Берешит», она очень объемная, да, по комментарии к ней объемный, а если вы откроете саму книгу «Берешит», да, то вы обратите внимание, что комментарии очень неравномерные. Вот вы открываете, например, такое традиционное издание «Микроот Гдолот», да, это «Тора» со всеми комментариями. И здесь, вот мы долго листаем пока, значит, вот у нас начало, да, вот это «вначале сотворил Бог», да, «Берешит», «Бара», «Элаким», «Шамайма Тарец», первый стих. И дальше мы смотрим, вот это вот все комментарии. Где-то один из них, комментарий Ибн Эзре, он еще здесь даже не начинается, на первой странице, да, дальше мы листаем, и это все комментарии, дальше мы листаем, это все комментарии, это все пока комментарии, только на первые слова. Листаем опять комментарии, это все еще идут комментарии, еще идут комментарии, это все комментарии на «только вначале сотворил», Это все идут комментарии, я вначале сотворил, вот они идут, а потом дальше, видите, опять продолжается текст, опять у нас, видите, комментарии даже не помещаются на одну страницу, потом снова идет буквально несколько слов текста, все остальное, комментарии и так далее. А если мы так вот пролистаем, то, в общем, в других местах все не так, не так, не так, да, вообще, вот, например, много текста, да, там становится, то есть, на самом деле, самые длинные комментарии на Тору, это комментарии на первые два слова Торы, на Берешит Бара, на, вообще, больше всего комментариев на слово Берешит. Есть целые, то есть, вначале, есть целые книги, которые посвящены исключительно истолкованию одного вот этого слова Берешит, можно целую монографию про нее написать и, так сказать, всю еврейскую философию изложить только в виде комментария и толкования на книгу Берешит. И тут, собственно, многие пытались делать, и Ибнезр про таких комментаторов тоже пишет в своем предисловии, он не очень-то это одобряет, но к чему это я все говорю? К тому, что вот эти вот первые слова, которые, с которых Тора начинается, они очень нагружены разными смыслами, и поэтому здесь комментарий идет очень дробно, да, то есть на каждое, буквально не то, что на каждое слово, а даже на каждое слово по несколько раз, да, с разных аспектов. И вот вы видите, у вас есть раздаточные материалы, это просто начало его комментариев. Ну, это не совсем начало его комментариев, это тоже нужно понимать, мы сегодня еще прочитаем кусочек из его предисловия. У него есть предисловие к комментарию, очень интересное, и нам понадобится из него кусочек, но это вот сам, уже сам комментарий. И нам нужно будет прочитать сейчас его комментарий к слову, сейчас, есть еще комментарий к слову сотворил, ко второму слову Торы. Давайте кто-нибудь прочитает. Вот видите, внизу первой страницы, да, и потом он переходит на вторую страницу, совсем небольшой. Вначале. Наши ученые... Нет, извините, пожалуйста, мы перескочим. Я сразу хочу, почему я, кстати, извините, я немножко хочу опять же пояснить, что у нас нет возможности разбирать вообще всю тему Маасе Берешит, да, сотворение мира. Тем более, что это, по утверждению некоторых авторитетов, вообще не занятие, которым нужно в таком большом составе этим заниматься. Это тайное учение, которое нужно в более ограниченном составе, но мы не можем сейчас рассматривать вообще всю проблематику сотворения мира. Это слишком много для нас. Мы вообще будем говорить про одно слово. Про одно слово, и поэтому сейчас начинаем не сначала, а со слова сотворил. Большинство толкователей утверждали, что глагол «бара» имеет значение сотворение из ничего, как в случае, а если «бриа» и «вра» — творение сотворит Господь. Однако они забыли «вэйвра» и сотворил Бог больших чудищ. И еще троекратное употребление этого глагола в одном стихе «вэйвра» и сотворил Бог человека по его образу, по образу ангелов «бара» сотворил его, мужчины и женщины «бара» сотворил их, а также «иборе» творю тьму, а тьма не является сущим и сотворенным, но лишь отсутствием света. На самом деле слово «бара» имеет два значения. Одно было только что упомянуто, другое же, как в «ини бара» ел с ними хлеба, Шмуэль 2, в корне с этим вторым значением буква «алиф» взаимозаменима с буквой «хэй», так как форма дополнительной тяжелой породы от него будет, и пришел весь народ «мэхаврот» накормить Давида. А в этом слове последний корневой согласный совсем исчез. Если бы «алиф» был постоянным корневым согласным, то форма дополнительной тяжелой породы была бы, как в «лэхавриаахэм», уточняя себя, начатками всех приношений Израиля. Бывает он и в тяжелой глагольной пародии «ибэрэта» – расчисти себе та, причем его следует отождествлять не с бру «выберите у себя человека», а с «ибарэ» – изрубит их. В значении «резать», устанавливать четкую границу и разумеющий допоймет. Да, значит, нас, собственно, интересует вот эта вот последняя фраза, которую он говорит, и разумеющий допоймет. Вроде бы весь его комментарий на слово «бара» – он чисто лингвистический. Он практически не говорит здесь ни о космологии, ни о каком-то устройстве мира, об эманации или еще о чем-нибудь таком. Он просто разбирает грамматические формы и начинает он. И в конце он говорит, что за вот этой лингвистикой, которой он занимается, скрыта тайна, которую поймет только разумеющий. И он не говорит нам, что это за тайна. Когда он здесь говорит про значение глагола «бара», он, разбирая его чисто так вот семантику, семантический анализ, производя морфологический и семантический, он говорит, что в его значении скрыта какая-то тайна, которую поймет разумеющий. Вот, собственно, это провокация, которая обращена к нам. Мы теперь должны понять, что такое здесь скрыто, что мы не должны как простые читатели знать, а должны исследовать как читатели внимательные. Давайте пока отметим одну такую важную вещь. Если вы посмотрите, та же бегло вот так просмотрите его комментарий на первое слово, на «бара» и «шит», там тоже сплошная лингвистика. То есть мы видим, что на самом деле Ибн Эзера очень… он прямо говорит про свой комментарий в стихах. Он у него еще, поскольку он был поэтом, у него комментарий вообще начинается со стихотворения, и таких со стихов, и потом переходит в рифмованную прозу. Мы еще ее сегодня немножко почитаем. И там он говорит, что «мой комментарий весь связан путами грамматики, путами филологии, лингвистики». То есть это некоторое, на самом деле, вот как Борох правильно сказал, некоторый способ доказательства, некоторая аргументация. То есть для него очень важно не просто высказать какое-то свое понимание текста или смысла, общего смысла текста, а важно показать, доказать, откуда это все берется, как это проистекает из того или иного слова употребления, из тех или иных форм. То есть для него язык является первым таким условием для всего остального. То есть у него есть такая идея, что если ты не произвел филологический анализ текста, все остальное, о чем ты собираешься говорить, это спекуляция. Ты должен сначала проработать текст с точки зрения языка, как лингвист, как филолог. Только после этого ты можешь высказывать какие-то идеи или начать понимать какие-то мидраши или толкования предшественников, потому что у него тоже есть очень интересное такое представление о том, что на самом деле без филологической базы нельзя понять мидраши. Что вот мидраши, которые являются как бы такими иногда очень странными и, казалось бы, очень далеко уходящими от простого смысла текста, толкования мудрецов, они все основаны на каких-то лингвистических аномалиях. И без понимания того, собственно, на чем вырос этот мидраш, есть такая красивая метафора о том, что мидраш это жемчужина, которая растет из царапины на раковине. Так вот, не понимая, из какой царапины растут эти жемчужины, невозможно понять истинный смысл мидраша. И так или иначе, вот такой вот лингвистик – это для него как бы такой входной билет вообще в то, чтобы начать разговор. Без этого нельзя начинать разговор. Давайте немножко про глагол «бара». Поговорим. Поговорим про глагол «бара». Глагол «бара» как он сам. Он начинает с того, что есть некоторая конвенция. Большинство толкователей, он не говорит какие, он имеет в виду, что сложилось уже к XII веку некоторая конвенция того, что глагол «бара» – «творить», он обозначает творение из ничего. Не просто любое сотворение, изготовление, формирование и так далее. Он является каким-то особым термином, который обозначает «креацию ex nihilo», то есть сотворение из ничего. Это уже термин, который устоялся и в европейской схоластике, которая к тому времени как раз переживала расцвет. И, в общем, вроде бы даже среди, вот, был некоторый консенсус не только среди еврейских толкователей и комментаторов, но и среди еврейских и христианских тоже толкователей Библии, был консенсус того, что глагол «бара» означает творение из ничего. На этом очень много всего было построено. То есть первые слова, которые у нас на самом верху стоят в переводе текста по этой конвенции, надо переводить «вначале сотворил из ничего Бог небеса и земли». Потому что в русском языке слово «сотворил» как бы, ну, сотворил и сотворил. Художник сотворил произведение на холсте, взяв холст и использовав краски. Нет, по мнению предшественников, с которыми тут спорит Менезера, только сотворил из ничего. То есть смысл слова «бара» — это сотворил с полного нуля и не иначе. Да, и действительно, например, были лингвисты, которые пытались в разных языках найти глаголы, которые бы дифференцировали, ну, вот, скажем, творение из ничего, и на самом деле нету, но не особо находят. И вот вроде бы получается есть такая как бы конвенция, что глагол «бара» — такой уникальный глагол. Это еще подкрепляется чем? Да, это же не просто на пустом месте. Вот как работают с библейским текстом? Вот у вас есть глагол «бара». Чтобы про него узнать, про его семантику и про его настоящее значение и функционирование, нужно взять, просмотреть все места в Библии, где встречается глагол «бара». Это, в общем, не так сложно сделать, тем более сейчас это одно, один клик мыши. Вот, и первое, что бросается в глаза, что глагол «бара» имеет только одного субъекта, то есть только субъект, то есть тот, кто совершает это действие, — это только Бог. Нету больше ни одного другого субъекта в Библии, к которому приписывается это действие, «бара». То есть «бара» — это действие только Бога. Это пока что нам не говорит о том, что это творение из ничего, но это уже говорит о том, что это особое какое-то выделенное... Мы сейчас говорим, забегая чуть-чуть вперед, про глагольную породу «пааль», то есть про... или «каль», да, про вот основную глагольную породу со значением «творить». Значит, вот эта вот глагольная порода встречается только в отношении Бога как субъекта, А вторая вещь, которая может броситься в глаза человеку, который вот просматривает эту базу данных, да, и список мест, где встречается «бара», это то, что ни разу в случае с глаголом «бара» не указан материал. Нигде нет указания на материал, из которого творится. Не говорится «бара» — «мээц», там, да, из дерева, или там, сотворил из глины, там, или сотворил, или из чего-то, да. Это опять-то тоже ни о чем не говорит, потому что если это не сказано прямо, это может подразумеваться, да, и из контекста может быть понятно, но факт остается фактом прямого указания на материал, из которого творится вот глаголом «бара» нету. И вот эти две особенности, да, то, что субъект всегда только Бог, и то, что нигде не указан материал, они в каком-то смысле подкрепляют этот консенсус относительно того, что это такой особый глагол «бара», который означает «творение из ничего». Плюс к этому есть у этой конвенции некоторое, ну, скажем так, расширение, связанное с синонимами. Есть, ну, опять же, если вы спросите какого-нибудь ученика израильской начальной религиозной школы, я думаю, что он, все вам, любой ученик скажет, что есть разница между «бара», «оса» и «яцар». Да, есть вот, например, три глагола, все из которых, три синонима, да, которые обозначают так или иначе творение. Да, вот есть «бара», про который мы говорим, но кроме этого во многих местах употребляется другой глагол «оса», «делать», да. Есть глагол «яцар», тоже «творить». Вот, например, есть сэфер Ецира, да, книга «творение», да, и встает вопрос, чем отличаются эти глаголы. Да, вот как любые синонимы, нам очень важно понимать нюансы, да, вот в чем, как бы, нюанс. Да, и есть такой, как бы, опять же, расхожее мнение, некоторый такой консенсус, что «бара» — это творение из ничего, да, за которым идет «яцар», это уже творение каких-то из чего-то, но связанное с формой, да, с преданием какой-то формы, да, и, наконец, «оса» — это самое, как бы, такое более, еще более материальное творение, это, как бы, вот изготовление чего-то, да, то есть можно иерархию этих глаголов поставить и сказать, что они отражают некоторые этапы творения, да, от самого такого мочального, из ничего, самого такого удивительного и непостижимого, да, до простых действий, которые и простой человек делает, потому что глаголы «яцар» и «оса» они применяются и к человеку, человек может тоже «оса», да, вот что-то изготовить, что-то сделать, да, и есть на этом основании целые каббалистические концепции основаны того, что есть разные миры, которые, значит, вот мир, созданный при помощи «бара», при помощи «оса», при помощи «ацар» — это разные ступени эманации, там, в Кабале это потом было очень сильно развито. И то, что делает Ибнезра, да, первое, что он делает, он разбивает нам всю эту картину. Он говорит, что большинство толкователей утверждали, да, вот он повторяет этот «common place», да, это общее место. Я еще одно только буквально замечание сделаю, что с какого момента начинается это общее место, оно как бы к XII веку, это уже общее место, что «бара» — это творение из ничего, но это было не всегда так. На самом деле, можно довольно-таки четко проследить, с какого момента появляется вообще идея того, что из ничего можно что-то сотворить. Если мы внимательно почитаем всю Библию, да, нигде, имея в виду еврейскую Библию, Танах, да, нигде никакого намека на то, что вообще возможно сотворение из ничего нету, там вообще нет идеи сотворения из ничего. Мы сейчас не говорим про глаголы, которые могут подразумевать что-то или не подразумевать, мы говорим о том, что прямо высказанной идеей того, что Бог творит что-то из ничего нету, она появляется впервые в книгах Маковеев, второй книге Маковеев во II веке до Новой эры, и потом она появляется в разных других сочинениях, и еврейских, и раннехристианских, и в некоторых текстах Нового Завета она уже есть, да, и потом в Патристики, у Отцов Церкви и у Мудрецов Талмуда она развивается. То есть вот примерно с эллинистического периода возникает идея того, что творение, судя по всему, происходило особым образом, как творение из ничего. То есть называется еш ме айн, да, то есть что-то вдруг возникает из ничего. Что, как вы понимаете, для греческой мысли, да, для греческой философии являлось невероятным абсурдом и парадоксом, да, потому что был наоборот такое высказывание, что из ничего ничего и получается ничего. Так вот, Бенезра, первое, что он делает, он разбивает эту традицию и говорит, что они все просто невнимательно читали Тору. Да, вот весь этот консенсус основан на поверхностном чтении или на игнорировании, да, на как бы вчитывании того, что хочется, да, то, что называется confirmation bias, да, как бы вот когда ты, у тебя есть какая-то красивая идея про вот это вот бара, я цар, оса, и вот тебе хочется, чтобы все как-то под это подогнать. И вот он говорит, что их желание подогнать весь текст Торы под эту концепцию, да, оно, в общем, не выдерживает испытания реальностью. И дальше он говорит. Я хотел одну ремарку, просто поскольку Семен уже сказал о заложенном в классическом комментарии конфликте с греческим подходом, за 10 веков, за 11 веков до Бенезры, этот конфликт уже беспокоил одного ученого. Его звали Филон Александрийский, поскольку вообще важно, когда мы читаем комментарии, понимать не только, кому он адресован, но в данном случае важно, кому он адресован, но с кем спорят, грубо говоря. И в случае с Филоном Александрийским он явно адресован греческой цивилизацией, и это попытка подружить эту греческую цивилизацию с еврейской. Поэтому он в своем комментарии к этому стиху выходит из этой дилеммы, задолго до того, как были предложены решения какого-то другого свойства, тем, что, очевидно, тоже считая, что сказано, что слово «бара» – это совершенно новым чем-то, он комментирует это, если я не ошибаюсь, по поводу того, что создан мир идей. Вначале сотворил Бог мир идей, вот этот вот небеса и земля – это идеи. И это такая очень философская идея, очень греческая идея. Он совсем не занимался, как мы понимаем, лингвистикой. Есть следователи, которые считают, что он и еврит не очень хорошо знал. Поэтому он, в отличие от Ибнезра, занимался не смыслом слова, а самой идеей, собственно, с чего это все начинается. И для него это был мир идей. Это просто в качестве разговора о том, как этот вопрос вызывал уже конфликт задолго до Ибнезра. Вот, и давайте посмотрим, как он разбивает вот этот консенсус. Он говорит, они не заметили, «Однако они забыли». Это вообще характерная для Ибнезры ирония или некоторое такое остроумие. Понятно, что они не забыли. Но он говорит, они как бы забыли, что есть еще что-то. Они забыли, например, стих. Это он смеется над ними, потому что они забыли стих, который рядом. Не то, чтобы они забыли, что есть где-то в книгах хроник какой-то там стих. Это стих, который вот дальше в первой главе идет, где говорится, «Ваевра и сотворил Бог больших чудищ». Тониним. Гдолим. Это непонятные такие, по-разному их там драконами называют, значит, монстрами всяких, значит, какие-то морские существа, морские чудища, большие. И почему это важно? Он нам просто намекает. Давайте просто посмотрим, что там написано. А у вас нет, к сожалению, текста. Да, но посмотрим, что там написано. Может, кто-то помнит. В 21 стихе там говорится. «И сотворил Бог больших чудищ и всяких присмыкающихся живых существ, которыми кишит вода по их роду, и всех крылатых птиц по их роду. Увидел Бог, что это хорошо». А до этого он сказал, «Пусть воскишит вода кишащими живыми существами, и птицы пусть полетят на землей по небесной тверди». То есть там как бы из этого текста вроде бы очевидно совершенно, что эти чудища творятся не из ничего, вот как бы из пустого места, а творятся из стихии воды прежде всего. Там говорится, что вода должна ими воскишить. И вот это вот то, что вода ими кишит, они как бы из воды появляются. Скорее нам говорит о том, что они не из ничего появились. То есть вот это, казалось бы, такой пруф-текст, такое вот доказательство против, которое сразу же фальсифицирует этот консенсус. Говорит, что вот в этом случае он не работает. Но, может быть, это одно исключение. А еще он говорит, еще троекратное употребление этого глагола в одном стихе, стихе про сотворение человека. А еще они забыли немножко про сотворение человека, где говорится «ва и вра» тоже сотворил этим глаголом. Бог человека, и мужчина, и женщина сотворил. Там три раза об этом говорится. И здесь нельзя уже вообще никак сомневаться, потому что там же нам прямо говорится, из чего Бог сотворил человека. То есть, и как, да, очень материальный такой акт, да, то, что человек творится из материи, совсем не из ничего. И получается, что... Женщина, так сказать, вовсе из него. Да, да, то есть там, наоборот, очень подробно описывается весь материальный процесс сотворения человека, мужчины, женщины и так далее. Поэтому как можно, говорит Ибнезра, как можно вообще говорить о том, что «бара» — это творение из ничего, когда у вас тут через несколько стихов есть просто противоположное сказанное, да, совершенно очевидным образом «бара» употребляется к материальному творению, творению из материи. Более того, дальше есть еще, ну, как бы смешнее случай, да, случай с книгой Исаии. У Исаии, да, в 45-й главе есть такое знаменитое высказывание, да, которое вошло в молитвенники во все, да, «ЁЦЕР ОР УБОРЕ ХОШЕХ» — да, что Всевышний, он образует свет и «боре» вот этим глаголом, да, творит тьму, творит тьму. Значит, тьма — это что такое? Это и есть, собственно говоря, ничто, это отсутствие света, да, то есть он не что-то из ничего создает, да, а по пророку Исаии, наоборот, он создает из чего-то ничто, да, то есть он из света, да, создает тьму, он заставляет свет исчезнуть и превратиться в ничто, да, то есть здесь мало того, что «бара» — это не что-то из ничего, это что-то из чего-то, как очень часто, да, это еще может быть и, наоборот, ничто из чего-то, да, вот как у Исаии, да, то есть он немножко даже почти с издевкой, да, вот эти аргументы предъявляет, говорит, что это мало того, что это сомнительно, да, вот этот консенсус, да, он просто вот таким возмутительным, да, почти что образом игнорирует стихи, которые просто рядом находятся, или стихи, у которых абсолютно противоположное значение, да, и вот из этого вступления, да, можно было бы сделать такое предположение, да, что на самом деле хочет скрыть от нас Ибнезра, какие свои такие радикальные или неортодоксальные, какие-то неподходящие для простого читателя воззрения, он хочет от нас скрыть. Тут важно заметить, что для читателя 13 века Ибнезра, он в первую очередь не комментатор Торы, он в первую очередь, ну, космолог, наверное, можно сказать, занимает человек, который занимался космологией. Уже в 13 веке появились его первые переводы на европейские языки, и это совершенно, так сказать, исключение из правил, прямо скажем. Я вот люблю рассказывать, что когда мы издали книжку Решит Хохма, «Начало мудрости Ибнезры», до этого комментария, мы ее издали совершенно случайно, что называется, можно заглянуть в издательскую кухню. Появился человек, который захотел ее издавать, а у нас была эта серия «Библиотека ирецких текстов», мне казалось совершенно странным издавать книгу, по сути дела, об астрологии. Но что делать? Любопытно, интересно, почему бы и нет. Мы издали ее без всяких надежд на то, что она будет вызывать какой-либо интерес у маломальски разумного человека. Ну, астрология, астрология до еще 13 века, 12 века. И вот была первая книжная ярмарка после выхода этой книги, и стали подходить какие-то странные, почти одинаково пахнущие, и одинаково выглядящие люди. С какими-то длинными волосами, но не евреи, с бородами, но не евреи, с непокрытыми головами. Ну, в общем, и все приходили, ибо Назар есть? Ибо Назар есть? Я совершенно не понимал, что происходит. В конце концов, у какого-то из них я спросил, а у нас закончился, а мне нам сказали в клубе, что у вас есть, что вы издали. Я понял, что делалось какое-то непростое. Я спрашиваю, что за клуб? Он мне дал очень дурно изготовленную визитную карточку, которая была написана, значит, клуб астрологов, что-то там звезды и пламя. И так я понял, что его Назар не потерял свою актуальность для огромного количества людей в Москве. То есть, ну, это астрология, но не в чистом виде астрологии, это не только астрология. Это действительно космология еще, кроме всего прочего. То есть для Ибнезера вопрос возникновения мира – это профессиональная деятельность. Да, но при этом он пока что находится вообще в сфере филологии. Он пока что просто разбирает значение того или иного слова, опять же, семантикой занимается. И вот он показал, даже без всяких намеков, просто очень ярко и красиво, в пух и прах разбил вообще всеобщее такое представление о том, что Бора – это творение из ничего. И, скажем, для еврейской теологии, которая тогда в какой-то степени существовала, или каких-то традиционных представлений еврейских о сотворении мира, это не было, ну, скажем так, революцией такой. Потому что, ну, в Талмуде есть и такие мнения, и такие мнения. И не то, чтобы в иудаизме есть такая догма, да, вот, что есть там символ веры, что надо верить только в сотворение из ничего. Не то, чтобы это такое потрясение основ, что вот он показал это, то, что и так у всех на виду было, да, все эти стихи. И теперь вот сотряслись основы иудаизма, да, нет, но, скажем, например, для христиан это гораздо серьезнее было, потому что вот принцип креацию к Снигилу, да, это для католической церкви был действительно очень важный богословский принцип, да, и попытки под него подкапываться, да, воспринимались как ересь. То есть это действительно… И заканчивалось плохо. Да, было смелое высказывание, скажем, для христианского богослова. Хотя и находились такие его тоже современники, которые высказывали такие идеи, но их обвиняли тут же в авираизме и во всяких вот уклонениях, связанных, прежде всего, с влиянием мусульманских философов. Но он пока только негативную нам сторону вопроса осветил, да, он сказал, это не так, да, то есть глагол «бара» точно не сотворение из ничего. Соответственно, что тогда он означает, да, он нам не дает позитивное свое толкование. Он говорит, вот они утверждали то-то, а как же тогда? Значит, если это не творение из ничего, то что тогда? И вот это вот «что тогда» – это, судя по всему, один из кандидатов, да, на сокрытую здесь тайну, то есть на его истинные представления о сотворении мира. То есть он, судя по всему, да, не придерживался идеи, да, просто поскольку он как лингвист, как честный человек, он не мог, интеллектуальная честность, да, вот «интегрити» у него был, да, он не мог придерживаться догмы о сотворении из ничего, потому что она просто противоречит данным филологии. Филология вот его приводит к тому, что текст никак не соответствует этой идее, этой очень настроенной и уважаемой концепции творения из ничего, и он ее не придерживался. То есть мы уже можем утверждать, что Ибнезра как филолог не, собственно, не придерживался идеи сотворения из ничего. Значит, у него была какая-то своя идея творения мира, которая была, пока нам неизвестна, он нам ее не раскрывает, да, он здесь не рассказывает, а как же тогда творился мир, если не из ничего, да, но мы знаем разные там другие варианты, которые могут быть, но пока они у нас, пока мы подвешиваем это, да, пока он нам задает некоторую загадку. Дальше он пытается разбираться с глаголом «бара», знаменитым, как бы уже упомянутым способом просто сравнение разных мест Библии, где он употребляется, и он обращает внимание на то, что глагол «бара» существует в трех глагольных породах, вот тут недавно, как раз, там был урок «эврита», и вот на самом начале курса «эврита» всегда всем объясняют, что в «эврите» глагол существует в трех, как бы, разновидностях, да, в трех формах, в трех глагольных породах, и каждый раз меняется его значение, да, вот он говорит, что в, вот в этом нашем стихе здесь употреблен глагол «бара», «поаль», да, «поаль» — такие буквы, которые обозначают просто форму глагола, да, «поаль», «бара», когда два «а». Это одна форма глагола со значением «творить» в каком-то смысле мы пока уже начали сомневаться, в каком-то смысле, из ничего, не из ничего. Другое, другая порода, да, это сначала только, извините, он не про породы говорит, он говорит, что есть два похожих корня, да, он говорит, что есть корень «бара» с «алифом» на конце и «бара» с «гей» на конце, да, и что эти корни, они могут быть взаимозаменяемы, но он однозначно тут не говорит, однозначно непонятно на самом деле, что он имеет в виду. Он имеет в виду, что это разные корни, но схожи по значению. Есть такая теория в семитском языкознании, теория двусогласной ячейки, да, что когда у нас есть там «бара» с «алифом» и «бара» с «гей», при этом «бр», да, что все корни, например, «бара» с «алифом», «бара» с «гей», «бр», например, или там еще какие-то другие с третьим согласным. А вот эти первые два согласных, если они повторяются, это значит, что глагол относится к какому-то одному семантическому полю, они как-то связаны по значению, и поэтому он может, когда он говорит о том, что есть глагол «бара» с «алиф» и «бара» с «гей», что они как-то между собой могут быть связаны благодаря тому, что у них вот эти взаимозаменяются, «алиф» и «гей», у них есть общие два согласных. Или же он может утверждать более простую вещь, о том, что в некоторых формах у глагола «бара» с «гей» появляется «алиф», да, но он не настоящий, он не корневой, но он появляется просто в некоторых формах, и нужно, когда мы видим, например, здесь он приводит форму «ле-гаври-ахэм», видите вот там, из «шмуэль-алиф», да, из первой книги «шмуэль-алиф», «ле-гаври-ахэм», «утучняя себя», да, там на самом деле написано с «алифом», да, хотя вроде бы это глагол «бара» в значении «кормить», да, в значении «кормить», который другой, да, не «творить», а «кормить», не связанный вроде бы с сотворением никак, и мы его должны отличать, но в нем тоже, например, появляется в некоторых формах «алиф», например, «ле-гаври-ахэм», и тогда мы не должны их путать, да, он нас просто просит не путать эти два глагола, или же он хочет их различить, или же он, наоборот, хочет как-то указать на их сходство, скорее первое, потому что трудно найти, ну, как-то общее какое-то семантическое поле для «есть хлеб», «кормить» и «творить», да, нужно очень сильно изощриться, чтобы это сделать. Вот, а потом он говорит, что бывает он в тяжелой глагольной породе, тяжелой глагольной породы, он называет «пи-эль», когда есть удвоенное, второе согласное, «пи-эль», и это более интенсивное действие или действие, направленное не просто на собственное действие, а направленное на что-то, да, и вот он приводит пример, когда глагол «бара» используется в «пи-эле», да, и там получаются такие стихи, например, из книги «Его-шуа», семнадцать-пятнадцать, говорится, и расчистить себе там «берета», да, «берета» — это вот «баре», да, получается, в «пи-эле», да, инфинитив, «расчищать» со значением что-то такое вот «расчищать», «срезать», да, и «баре» изрубит их там, «баре-бахаровод», то есть изрубит мечами, да, то есть рубить мечом — это тоже «баре» в «пи-эле», то есть у нас получается, что в «пи-эле» этот глагол, «бара», да, как в одной из своих глагольных пород имеет значение рубить или резать, и тут он нам дальше ничего не объясняет и просто говорит «а, разумеющий, да поймет». Что должен понять разумеющий? Вот, собственно, вопрос, да? Что он говорит, что на филологии он заканчивает свою работу, а дальше вы сами должны догадаться, что я, на что я намекаю, тем, что глагол «бара» в «пи-эле» означает рубить или устанавливать границу. Соответственно, что мы должны из этого, о чем мы тут должны догадаться? Что разумеющий должен понять. Или наоборот, что он хочет от нас скрыть, какие свои воззрения на сотворение мира он хочет от нас скрыть. Давайте попробуем связать первую часть его комментариев со второй. А в первой части он говорит, «сотворение было не из ничего, а из чего-то». То есть сотворение было из чего-то. Мы не можем придерживаться идеи о сотворении из ничего. Дальше он говорит, при этом в одной из глагольных пород, в интенсивной глагольной породе, глагол «бара» как-то связан с действиями рубить, устанавливать границу, вырубать, как-то вот отсекать и так далее. Можно ли из-за соположения этих двух доказательств, этих двух рассуждений сделать какие-то выводы, попробовать? Мне кажется, что тут еще важно сказать, что главное, важно, чтобы это не было плохим детективом. Знаете, у Агаты Кристи есть описание плохого детектива. Кажется, Пуаро там говорит, когда он играл в спектакле, игрался, смотрел спектакль, должен был расследовать дело, которое в спектакле происходило. И он ничего не понял. В конце концов, там все оказалось не так, как он думал. Он был очень зол и сказал, что автор идиот, потому что он не сообщил нам о существовании этого человека, который оказался убийцей. Это не детектив. То есть детектив действует, исходя из существующих персонажей. Ты не можешь потом вдруг достать его из рукава и сказать, а вот тут он, оказывается, убежал. Мне кажется, что тут важен еще и контекст. То есть мы должны помнить, что есть и второй стих. За этим идет второй стих. Такой вывод любой. Если мы предположим, что сотворение состояло не в сотворении чего-то из ничего, а в, предположим, разделении чего-то. Рубить, разделять, как-то распределять в пространстве или устанавливать границу. Значит, что сотворение мира, что Бог, когда творил мир, он каким-то образом навел порядок или как-то распределил, разделил что-то такое. И действительно, как Борох говорит, неплохо бы помнить, что там дальше написано, потому что дальше у нас там будут сплошные действия, которые можно описать именно действиями разделения. Да, там разделение, вот, там все от всего отделяется, как-то дифференцируется постепенно, да, и так далее. Но основной вопрос, который здесь стоит и который, в общем, придает остроту всему этому, да, это то, с чем Бог работает, а оно откуда взялось, да, то есть, вот, предположим, Бог работает с какой-то реальностью, которую он дифференцирует, там разделяет и так далее. Откуда она взялась? Что это, да, как мы можем вообще ее постулировать, да, предполагать, что она есть, а когда, ну, в общем, у нас есть некоторые, ну, как бы, аксиомы, да, монотеистические аксиомы о том, что Бог вечен, всемогущ, бесконечен, предвечен и так далее, и что если мы полагаем наряду с Богом еще что-то предвечное, несотворенное, с чем он, то, что существовало до начала творения, до начала времен, да, некто, да, то мы, получается, что мы, у нас кроме Бога есть еще кто-то, что-то, еще какая-то сущность, которая ему соввечна. Если мы творим из чего-то и восстанем границы, то мы должны постулировать какую-то реальность, которая не Бог, да, а то, из чего он создает мир и которая существует вечно, да, предвечно, предвечно, да. И это еще одна очень важная, наряду с отрицанием сотворения из ничего, еще одна еретическая такая вот идея, идея предвечности мира, которая идет из главного философского авторитета средневековья, от Аристотеля, собственно говоря, да, главного философа, ну, он как бы философ не средневековья, конечно, но в средние века философ это, прежде всего, Аристотель, да. Ну, скажем так, в разных изводах там, да, философии Аристотеля и у неоплатоников, у некоторых, как бы есть идея того, что вообще, если не читать Тору, а размышлять при помощи своего разума, исследовать законы природы, законы сущего, мы должны прийти неизбежно к выводу о том, что мир никогда не мог возникнуть, а существовал всегда, да, и материя предвечна, и все предвечно, да, и мир всегда существовал, всегда будет существовать, да, это другой, кстати, вопрос насчет его конечности, да, то есть существуют две, как бы, концепции, ну, как бы, два полюса, да, предвечность мира, всегда ли существовал мир во времени в прошлом, да, и всегда ли он будет существовать во времени в будущем, Это два разных вопроса, на самом деле. Но вот мы пока занимаемся первым вопросом. Значит, может быть, что Ибн Эзра намекает нам на то, что он, Ибн Эзра, придерживается представлений, вот этих еретических представлений, которых не надо открывать первому встречному, опасных, на самом деле, представлений о том, что мир предвечен. И вмешательство Бога состояло только в каком-то его упорядочивании и оформлении и так далее. Да. Но здесь возникают очень большие проблемы. Возникают проблемы вообще с гармонизацией вот этой аристотелианской картины мира с тем, что написано в Торе, вообще с основами религии. Да, эти проблемы были у мусульманских философов, которые придерживались такой концепции Аристотеля, там, у Ибн Сина и у Альфа-Раби, и они же были у Маймонида. А Ибн Аллах — это перводвигатель. Нет, сейчас перводвигатель — это другое. Да, то есть была идея того, что Бог — это перводвигатель, да, первопричина, да, но она не во времени создает мир, да, а мир вообще существует как некий такой, ну, вот, можно представить себе как механизм, да, в котором есть шестеренки, да, и вот эти вот шестеренки, они в конце концов восходят к некоторой первой шестеренке, которая крутится сама по себе, ее ничего не крутит. Она как бы крутится сама по себе и приводит в движение все остальные шестеренки, и мир работает. Но он всегда так работал. Этот механизм никогда... Да, это не творение, это не разворачивание во времени, это просто то, как мир устроен в каждый момент времени, да, вот то, что происходит в каких-то материальных слоях бытия, да, оно имеет свою причину, у этой причины есть своя причина, и у этой причины все это восходит к первой причине, да, которая каким-то образом через посредства разных опосредованных причин как бы приводит в движение мироздания. Вот так, как бы, такая, ну, в упрощенном виде, да, аристотелианская картина мира. Но этот передвигатель не мог возникнуть. Ни в одной философской концепции нет возможности признать того, что мир каким-то образом возникает во времени, да, это... Вот, но зато, если мы представляем себе такое мироустройство, да, то возникают большие проблемы у иудаизма, а не только у христианства, у религии вообще, да, потому что в эту картину мира невозможно вписать, об этом очень хорошо пишет Рамбам, Маймонит, да, он говорит о том, что вообще-то, как бы, исходя из разума, да, вот такая картина мира, она правильная. То есть, в принципе, должно быть так. Но так не может быть, говорит Маймонит, потому что тогда не будет Торы, а Тора, она, как бы, важнее, да, потому что если мир выглядит так, как говорит Аристотель, да, то божественного проведения нет, чудес нет, Бог не может говорить с человеком, вот этот вот первопричина, да, не может говорить с человеком, да, это шестеренки, да, они, как бы, это все, все, что нам говорит Тора, все заповеди, которые нам даны, и все, все вот это вот, все рассыпается. Если мы представляем себе, что мир вот таким образом устроен, все рассыпается. То есть, каким-то таким вот внутренним образом многие очень средневековые мыслители считали, что если ты признаешь предвечность мира, то ты отступник, просто потому что ты тем самым намекаешь, как, по крайней мере, где-то тайно, да, может быть, не открыто, но внутри себя, в эзотерической своей, как бы, концепции, ты отрицаешь, ты считаешь, что, условно говоря, Тора – это для простолюдинов, а мы-то на самом деле знаем, что мир предвечен, вот мы избранные ученые, мы философы, мы знаем, что мир предвечен. Это такая вот, ну, в исламе, да, их даже обозначали как целая секта, фальсофа, да, фальсофа, да, то есть это определенная, ну, собственно, Игуда Галеви в книге «Кузари», если вы знаете книгу «Кузари» такой очень после «Путеводителя растерянных», наверное, второй по значению популярности такой текст еврейской мысли средневековой, да, там хазарский царь выбирает себе веру, и к нему приходят разные представители разных конфессий. И кто, представители какой конфессии к нему приходят первым? Кто-нибудь, может быть, читал книгу «Кузари» или помнит, или попробует догадаться? По очевидности не помню, но все, кто пришли, да. Ну, кто туда приходит? Мусульмане приходят, да, кто еще? Христиане приходят. Раввин приходит, и он принимает иудаизм, и потом, собственно, вся книга – это уроки, которые этот раввин дает хазарскому царю. Но вы забыли еще одну фигуру. Главное. Первым кто приходит? Нет? Нет. Философ. Философ – вот такая же конфессия средневека, да, фактически. Первым приходит философ и говорит ему, вот эти вот сны, которые тебе приснились, что твои действия не угодны Богу, это все фигня, это все ерунда, это, как бы, с точки зрения человеческого разума, философия, это все какие-то сказки и воображения, это все нужно отбросить, Бог от тебя ничего не может хотеть, потому что это первопричина, перводвигатель, перводвигатель ничего не может хотеть от тебя, да, ну и так далее. Да, он пытается обратить его в свою, как бы, философскую веру. Поэтому, скажем так, можно предположить, одно из предположений, которые высказывали в средние века и потом позже суперкомментаторы Ибн Эзеры, его подозревали в том, что он придерживается идеи предвечности мира вот этой аристотельянской и на нее, как бы, здесь намекает, но, на самом деле, у нас для этого нет особых оснований здесь, да, он, как бы, мы должны это доказать. Если мы его в этом подозреваем, нам нужно какие-то доказательства. Доказательства я предлагаю поискать в другом месте. Очень интересно устроен комментарий Ибн Эзеры, что у него одни тайны могут пояснить другие тайны. Да, он нигде не раскрывает тайны, но он, если посмотреть его разные тайны, его разные загадки, да, то можно, их сопоставив, о чем-то догадаться гораздо лучше, чем, если рассматривать тайну изолированно. Начнем мы с книги Дворим, седьмой главы. Это 492-я страница у вас. Значит, там у него есть странное такое утверждение, вот как раз, которое понравилось бы людям, приходившим на выставку. Значит, в книге Дворим, да, там говорится о том, да, что это как раз в другом, на другой части страницы, да, то есть у нас здесь нет, нет самой, самого текста Торы, поэтому я вам прочитаю. Говорится так. «Твой Бог – это Бог верный, хранящий союз и оказывающий милость любящим Его и соблюдающим Его заповеди на тысячу поколений». «Ля элевдор», да, на тысячу поколений. То есть он и воздающий своим ненавистникам, ну и так далее. То есть там говорится, что Бог хранит свой союз, да, и свои шомер-брит, вехэсет, да, на тысячу поколений. Это, кстати, довольно, ну, как бы сказать, тоже провокационная фраза самой Торы, да, то есть здесь есть намек на то, что брит, вот некий союз, да, Бога с человеком, он конечен, да, он на тысячу поколений. Да, это текст, который требует комментария. Посмотрите, как его комментирует Эбенезра. Совершенно удивительным образом. Он его комментирует так. «Те, кто утверждает, что через 36 тысяч лет зодиакальная сфера вернется в изначальное положение, ошибаются, ведь она поворачивается на 1 градус за 70 лет». О чем он вообще говорит, да? Это еще больше загадка, да? То есть понятно, что нам нужно здесь какое-то знание философии, да, нам нужно какое-то знание астрологии, астрологии, астрономии, и более того, системы, то есть системы астрономической, которая была в средние века, мы вообще сейчас в это погружаться не будем. Нам интересно другое. Нам интересно то, что он говорит, что как вообще связано тысяча поколений и 36 тысяч лет? Почему он вообще, почему вот это его высказывание является комментарием на тысячу поколений? Он берет, но на самом деле нету точного числа для поколения, да? Но он видит, что похоже на самом деле, да? Если взять 36 и умножить на тысячу, получится 36 тысяч лет. Это цифра, которую он знает из других источников, да? Мы знаем из других источников, пока мы не знаем, кстати, откуда. Он говорит, те, кто утверждает. Он ссылается на каких-то анонимных астрономов, да, прежде всего. Мы-то знаем, кто это, да? Мы знаем... Да, мы знаем, да. Мы знаем, что есть в средневековой астрономы, как раз про которых он мог знать, которые утверждали, что зодиакальная сфера совершает некоторое движение, за 36 тысяч лет некоторый цикл, когда звезды встают ровно в то же положение, в котором они были. Почему нам это может быть важно? Он, во-первых, с ними спорит по техническому вопросу. Он говорит, что они считают, что 30-60 градусов, что каждый градус эта сфера проходит за 100 лет, да, и получается 36 тысяч, да? Она движется. 360 градусов за 100... Один градус — это 100 лет. Он говорит, нет, нет, не так. По его сведениям, да, она поворачивается за 70 лет. То есть для него этот цикл, когда как бы все небесные сферы возвращаются в изначальное положение, это 25200, да, там, получается. Другой. Но нам интересно другое. Он же комментирует вообще не это. Он занимается здесь не астрономией, он занимается заветом Бога с человеком. Он говорит, что завет Бога с человеком просуществует тысячу поколений, пока звезды не встанут в изначальное положение. И что случится? Что это означает? Конец мира. Конец мира и начало, на самом деле, мира, да? То есть он намекает на такую распространенную не только у астрономов, да, но прежде всего у философов, астрономов, концепцию цикличности мироздания, когда, на самом деле, мир творится не один раз, да, а он творится много раз, он возникает много раз заново, да, поскольку астрологическая концепция состоит в том, что Бог управляет миром через звезды, через такие особые интеллекты или ангелы, там, по-разному их в религиозном, в религиозной терминологии это ангелы или некие отделенные интеллекты, или, значит, некоторые, как бы, вот, фактически посредники, через которых он влияет на то, что происходит в мире. Самые бенезрозовые это их в религиозных служанках. Да, да, по-разному. Есть разные эпитеты, да, которые имеются в виду, что Бог через посредства, через небесные сферы и звезды, он фактически управляет миром, да, и у этих звезд есть некая закономерность движения и есть цикличность, да, и что вот этот один цикл такой, вот гигантский цикл, он проходит за 36 тысяч лет, и у Ибнезра есть на это еще один намек, вот в другом месте, в восьмой главе, да, у вас на 170-й странице, в главе про Ноаха, где тоже речь идет о конечности существования Земли, там сказано впредь, пока существует земля, коль и мэйга арец, да, од коль и мэйга арец, да, то есть тут тоже есть как бы вроде бы в Торе есть намек на то, что мир конечен в будущем, да, и вот что про это пишет Ибнезра, это значит внизу, да, что земле предопределено существовать конечное число дней, то есть он прямо пишет, что мир конечен в будущем, да, он здесь пока не утверждает, что он предвечен, и весьма достойно толкования мудрецами стиха всего кругом 18 тысяч, стиха из книги Эхэскелля, но среди нас даже один из тысячи его не поймет, да, то есть там вообще в книге Эхэскелля, да, если мы откроем книгу Эхэскелля, у меня нет, кстати, под рукой книги Эхэскелля, да, там говорится вообще не про небесные сферы и не про космологию, говорится все про что-то совсем другое, но мудрецы в Мидраше, помните, мы говорили, что Мидраж, да, это вещь, которую он вообще, как правило, исключает из своих филологических студий и очень часто не принимает то, что говорят мудрецы. Здесь он, наоборот, их хвалит и говорит, что на самом деле они сказали что-то очень важное, но его надо правильно понять. Один из тысяч это не поймет, то есть здесь тоже есть некая тайна, но если мы сопоставим эту тайну и ту тайну и нашу тайну, да, то у нас здесь получается 18 тысяч, да, кругом 18 тысяч, и это как-то нам, у нас ассоциируется с 36 тысячами, и у него есть еще там третье место в первой главе, где он говорит день один, и там про 6 тысяч лет, которые будет существовать мир. То есть в любом случае все вот эти вот расчеты, сейчас нас не должны занимать детально, да, этим можно увлечься и много заниматься, 6 тысяч, 1 тысяча, как он не превращается в 18, в 36, нам важно другое. Нам важно, на самом деле, что мы вроде бы начинаем понимать, о чем он говорит, да, он говорит о том, что о чем говорили мудрецы Талмуда в трактате Санхедрин, да, в 97-й, Санхедрин 97-А, а именно там говорится и в Берешит-Раба, на самом деле, это тоже говорится, в Берешит-Раба, вот у нас как раз есть Берешит-Раба, здесь на русском языке, в 9 стихе говорится, сказал Рабе Абаху, отсюда следует, ну там они толкуют какой-то стих из Когелета, про то, что все создал в свое время, отсюда следует, что святой благословил он, сотворял миры и разрушал их, пока не создал эти, и сказал он, этот хорош, этот приятен мне, а те неприятны мне, да, то есть, здесь есть идея, которую, судя по всему, мне кажется, да, если мы сопоставим разные вот эти вот тайные намеки, которые разбросаны на него по тексту, да, сопоставим, поймем, что он на самом деле намекает не на предвечность мира, а на цикличность мира, да, на то, что на самом деле, когда говорится «берешит бара», да, в начале чего, да, в начале этого цикла, да, в начале, то есть, конец предыдущего мира является началом следующего, да, и вот этих вот миров, да, когда звезды возвращаются, вот этот вот, небесные сферы, да, и звезды встают обратно на свое место, проделывают цикл, да, все начинается заново, да, все возвращается в хаос, начинается заново, из хаоса снова возникает упорядоченный мир, который чем-то, как мы надеемся, чем-то лучше, лучше предыдущего, да, и поэтому, вот эта вот идея цикличности, цикличности мира, это, вот, судя по всему, та идея, на которую он намекает, и которую он хочет скрыть от простого читателя, но можно только закончить, вот, я хочу закончить вот это рассуждение вопросом, который средневековые философы в связи с Ибн Эзрой все время задают и с Маймонидом, а именно вот, когда мы читаем рассказ о сотворении мира, что там является простым смыслом, то есть, что от кого нужно скрывать, они все время спорят, что от кого нужно скрывать, потому что одни говорят, что Тора обращается к простому человеку, Ибн Эзра тоже об этом говорит, Тора обращается к простому человеку, говорит понятным простому человеку языком, простой человек не может понять творение из ничего, простой человек может понять, вот как он видит горшечника, видит там, он понимает, поэтому ему так вот описывается творение человека, ему описано, вот как будто горшечник вылепил, да, значит, фигурку, вдохнул в нее жизнь, Понятно, что это не для философов картинка, это картинка для простолюдинов, которые иначе не могут понять. И получается, что эзотерическая концепция, это сотворение из ничего, ее надо скрывать от простого народа. Простому народу Тора рассказывает какие-то такие антропоморфные истории про творение из материала, которое понятно. Получается тогда, что явленный смысл — это сотворение из материала, а креация к Снигилу — это некоторая тайна массы Берешит, которую нужно хранить, это непосвященно. А другие приходят и говорят, что все с точностью наоборот. Наоборот, явленный смысл, которого мы должны придерживаться под догмой, это то, что сотворение из ничего, это учит каждый ребенок в школе, что Бара — это сотворение из ничего. Это явный смысл Тора. А скрывать от него нужно как раз то, что на самом-то деле творение не из ничего, и то, что были какие-то другие миры, и что есть цикличность, и есть звезды, и есть вся астрология. Вот этого не надо простому человеку, его этим грузить не надо. Он должен представить себе просто. Бог взял и все сотворил вот с нуля, из ничего. Это гораздо проще представить. Вот интересно, что вот эти две концепции, которые одни считают тайной одно, а другие считают, что то, что для тех тайна, это как раз наоборот простой смысл, который нужен простолюдинам, и они никак не могут согласиться, в чем тайна, а в чем простой смысл. И вот то, как работает с текстом Эбенезра, мне кажется, вот этот кусочек, который мы сегодня прочитали, очень хорошо показывает его метод. Его метод удивительный, когда он ничего нам не говорит о космологии, об астрономии, вот все вот эти науки, он в своем предисловии всячески высмеивает и вообще очень критикует тех комментаторов, которые используют Тору как повод написать какой-нибудь трактат по астрономии или по зоологии. Он говорит, что вот Хай Гаон, когда комментировал и воскишит земля этими рептилиями, написал целый трактат по зоологии, а вот комментирует тот и написал трактат такой-то. Он их критикует. Для него идея состоит не в этом. Для него главное, прежде всего, сначала филология, а дальше про все остальное он дает нам только вот такие вот намеки, которые мы должны, только внимательный читатель, которому это нужно, сумеет это соединить и как-то понять, на что он намекает в плане вот каких-то таких метафизических и серьезных вещей, которые, ну вот то, что называется, беру мошель аллах, да, касаются каких-то самых важных вещей. И, ну, может быть, в качестве эпилога я все-таки вам раздам еще текст. Если вы, мы не успеем его прочитать, просто прочитайте его, чтобы деревья зря не пропадали. Вы его прочитайте дома. Это кусочек из его предисловия, где он, я, может быть, просто процитирую его, то, как он, в общем, здесь тоже методом намеков. Он там говорит про то, что есть пять путей, которые ведут комментаторы Торы. Торы, все они по-своему плохи и несовершенны. Вот когда он пишет про четвертый путь, это на 28-й странице у вас, он пишет, кстати, рифмованной прозой. Да, мне, как переводчику, это было сложно очень переводить, потому что, ну, это фактически такая вот поэзия, а при этом нужно очень точно передавать смысл, потому что это, в общем, научный трактат, который в стихах еще, ну, в такой рифмованной прозе. Вот что он пишет. Четвертый путь к центру круга ближе всего, и по нему идет большинство. Это путь мудрецов Явана, то есть Греции, Византии и Эдома. Это путь мудрецов, Явана и Эдома, жильцов, что на весы языка смотреть не хотят, а полагаются лишь на добрые учения до свет очей и толкования проповедников чтят. Но ведь эти толкования в книгах древних легко найти, зачем переписывать их заново, даже не меняя почти. Толкование к толкованию, впрочем, нельзя приравнять, в нем может быть тайна, и так просто ее не понять. Как, например, толкование про то, что Тора старше творения на две тысячи лет, что чистая правда, но лишь как тайного учения след. Мало кто сопричастен тайне той, а разум не приемлет толкования, смысл простой. Год ведь состоит из дней определенного числа, а дни и минуты считаются потому, как движутся небесные тела. А в отсутствие небесных тел нет ни дней, ни года, ни двух тысяч лет, что может быть ясней. Стыдно должно быть задающему вопрос, каким был мир до сотворения. Ведь ничто в качестве сущего желает он рассмотрения. Утверждающий же, что Всевышний, лишь поняв, что хорош наш мир сотворил, свое мнение на камень уничтожения водворил. То же касается говорящих, что он решил, пусть явится сила моя человеку корню бытия. Их жалкий ответ – лишь часть вопроса, которому меру нет. Всем ясно, кроме незрячих слепцов и упрямых глупцов, что Земля лишь на двенадцатую часть заселена, и по отношению к окружающей сфере, как точка она, и тем более по отношению к сфере, что выше всех вознесена. Дальше он здесь говорит про то, что на самом деле то, что делают большинство комментаторов, делали до него, они излагали вот все вот эти вот медраши, просотворение мира, все традиционные толкования, самые разные просотворения мира, совершенно никак не соотносясь с чем. В чем он их главное упрекает? В чем? Что они на весы языка смотреть не хотят. Что они на самом деле пренебрегают филологией. Они не могут проанализировать текст с филологической точки зрения. Они лишь приводят какие-то мнения, какие-то традиционные представления, медраши, толкования, которые где-то услышали, от кого-то получили, прочитали в каких-то книгах. И они берут Тору и пытаются вчитать в нее или применить к ней какой-то багаж традиционных знаний, которые у них есть. А Ибонезра говорит, нет, задача каждого читателя это не просто вывалить в Тору или применить все, что он знает из традиции или то, что ему рассказали, или то, что он где-то прочитал. Его задача – это научный анализ. Он должен прежде всего отвлечься от всего, проанализировать текст. Филологически. Нужно сначала взять словарь, взять грамматику, разобраться с текстом. И потом только на основе такого филологического анализа можно делать какие-то выводы, попытаться рассматривать содержательные, более содержательные какие-то концепции, пытаться объяснить вообще о чем в Торе и в этих медражах, многие из которых он тоже считает, что там содержатся важные тайны, важные философские идеи или богословские идеи. Только тогда их можно каким-то образом о них рассуждать. То есть вот помимо всего прочего главный пафос Ибнезра – это учите иврит. Учите библейский иврит. И он на самом деле, вот когда путешествовал по Европе, он писал грамматики иврита и, в общем, всячески убеждал шкенадских мудрецов, европейских мудрецов, чтобы они как следует учили иврит. Потому что в этом ключ, на самом деле, ко всему, ко всей Торе. Именно в языке. Бору, хотите что-то сказать? Ну, я бы был только в завершении сказать о том, о чем мы говорили в прошлый раз, насколько Ибнезра находится в таком континууме еврейского комментария. мы показывали сегодня и говорили об этом в прошлый раз, о микророк Долот, о едином издании всех основных комментариев, основных комментариев к пятикнижию, к Танаху, которые идут вместе на одной странице. И на самом деле, конечно, там только малая часть. И вот мы сегодня, что называется, косвенно задели эту тему. Но любопытно, что вот то, что тут заложено в словах разумеющий поймет, оно, по сути дела, стало основой для двух совершенно крайних взглядов на комментарий к Танаху. Один из них, это взгляд, который, собственно, получил, идеолог, который получил название по этому термину, разумеющий маскиль, аскала, то есть просвещение, воспользуясь всем инструментарием современной ей науки, ему науки и так далее, пыталась, исходя из этого, комментировать Тору. Мозус Мендельсонг был выдающимся философом отдельно, что называется, и так далее. И Ибназр, конечно, был там просматриваемый в комментарии очень основательно. С другой стороны, если мы говорим о нашей основной сегодняшней теме, о проблеме творения и о проблеме понимания слова «бара», это одна из важнейших тем на противоположном крае еврейской мысли в Кабале, в совершенно мистическом, как кажется, учении, которое удивительным образом с Ибназрой очень пересекается двумя вещами. во-первых, невероятной зацикленности на букве, то есть на том, что в грамматике, как бы мы сегодня сказали, заложены главные тайны Торы и, соответственно, вот эта игра, которая сегодня была продемонстрирована с корнем, двухбуквенным корнем, как бы сказал Раши и его современники Бэт Рэш с его видоизменениями и так далее и со всеми пониманиями, которые из этого выходят, а понимание сокрываемое, очевидное Ибназр, что ничего, это не совсем то ничего, которое мы понимаем и ничего такого в этом слове нет, а есть совершенно какие-то другие вещи, положение предела и так далее. В общем, это слово и в ряду других такого рода рассуждений послужило всей концепцией так называемого Иштальшилюта. Иштальшилют – это, наверное, правильно все перевести космос, то есть деградация от божественного света до, собственно, мира Осии, до мира, который происходит от корня осы, творения вот такого уже практически материального. А первым уровнем этого творения является как раз мир Брия, который происходит от этого слова Бара, но с точки зрения Кабблы это не из ничего он происходит, он является первым, насколько это возможно, материальным проявлением божественного света, который был выделен в тот мир, который над ним. Это мир Ацилют. И Ацилют уже не имеет никакого отношения к творению, а он имеет отношение к слову Эцель, возле меня, то есть это некий первый отцвет, можно сказать, божественного света, который в свою очередь возник, и тут мы видим этот комментарий, в результате сначала создания ничего, то есть сначала Господь сотворил ничто, то есть некая халяль, так называемая, пустое место, в котором дальше ему нужно было создавать инструментарий своей эманации для того, чтобы творить мир. Но вот эта глубоко мистическая концепция, конечно, основополагающая концепция Кабалы, она, в общем, завершается такой идеей некого предвечного человека, Адам Кадмона, человек предшествующий. Господь в таком вполне человеченном лексиконе называется предчеловеком, который таким образом убирает света, создает новые света и так далее. И когда мы об этом вдумываемся, то мы видим, как удивительным образом на разных полюсах с одним и тем же инструментарием, оперируя одним и тем же, в общем, совершенно люди из популярных взглядов ведут диалог. И этот диалог непонятен совершенно, если не видеть исхода этого разговора в Ибнезере, в Медраше, в Талмуде и так далее. Иначе вообще непонятно, как это устроено. И поэтому, мне кажется, рекламная пауза, издание Берешита с Ибнезере на русском языке для этого рода рассуждений совершенно необходимы. И сегодняшний рассказ Семена об этом это еще один кирпичик в этом здании, без которого все здание еврейской мысли абсолютно не фундаментально, ни на чем не стоит. Я все-таки еще одно слово добавлю про Кабалу, потому что есть очень интересная линия, которая идет от этого, собственно, комментарии и Ибнезере к концепции Цинцума. Маша Идаль например, считает, что в Урианской Кабале есть идея того, идея, которая решает эту проблему, проблему сотворения чего-то из ничего, потому что вот мы, я хочу еще раз кстати проговорить, мы решили, что глагол Бара увидели в Ибнезере, Бара связан с границей, с какой-то постановкой пределов и границ, в его такой вот астрономической, космологической, циклической концепции, которую мы увидели, это границы между мирами, то есть когда говорится, что Бог сотворил Бара, это значит, что он назначил предел, назначил конец, что Бог работает с пределами, с конечным миром, который каждый раз возникает заново. Можно так понимать, а были, например, уже в 14 веке в Византии был такой Эль-Натан Калкиш, известный суперкомментатор Ибнезере, который увидел в его выражении постановка границы, что Бара это ограничение, постановка границы, что на самом деле Бог ограничивает сам себя, что на самом деле творение, когда мы говорим, что творение не из ничего, а из чего-то, что на самом деле мы имеем в виду не какую-то материю, которая там или что-то, что существует наряду с Богом и предвечным, а мы имеем в виду самого Бога бесконечного, что бесконечный Бог на самом деле при творении ставит вот эту границу, ограничивает себя, и Бара это и есть собственно говоря ограничение и появление каких-то границ, потому что до акта творения Бог был везде. То есть не было пространственной локализации и дифференциации. Был бесконечный Бог. Он, правда, туда еще ангелов включает. Вот Бог и вот эти миры, идеи, некие интеллекты, они существовали до акта творения. Акт творения состоял в том, что бесконечность стала конечностью, ограниченностью, ограничением. И вот Маша Идаль, такой исследователь еврейской мистики, у него есть статья про истоки Цимцума в Лауреанской Кабале, где как бы до Лауреанской Кабалы есть Цимцум. И вот это один из источников, на самом деле, идеи Цимцума, очень ранних источников, еще задолго до Лауреанской Кабалы, идеи того, что творение – это самоограничение Бога. Поэтому это очень, опять же, такое богатое место у Иббонезера на разного рода продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok